...на их преклонный возраст. Посадили бы лет на семь точно, каждого из них. И Дмитрия Борисовича за то, что это незаконная медицинская практика. И там столько статей я отдельно разговаривал. А и бабушку Чарна бы посадили, и Рыбгенчу бы посадили, и никому бы не делали скидку на возраст или какие-то заслуги. Вот, значит, было два святых листа. Это стол Рыбоврома, за которым он преподавал. Он приходил, он готовил урок, или он просто сидел и продолжал учить с утра, молился первым Миньяном. И потом каждый Миньян после того, как закончили молиться, а у него сзади в синагоге стол стоял, и он звал за этот стол. Были люди, которые постоянно, которые снимали от Фелина сразу, шли к нему за стол. А были люди, которые норовели уйти, а он их затаскивал. А описывал Лерман, а описывал Лерман. И он их затаскивал за этот стол. Его предупредили в КГБ. Ни слова по-русски. Хорошо, это часть обряда, что знающий старик учит менее знающих стариков Талмуду 15 минут после каждого Миньяна, но только наивиши. И никаких молодых. И Равина Шаевича, пожалуйста, вы можете его спросить. Опять же, по-русски, поезжайте в Киев и спросите. Спросите у Равина Шаевича, он вам расскажет. Его каждый понедельник вызывали в КГБ. И допрашивали. И если кто-то был... Нет. Наталья Соломоновича рассказывал многое. Как его вызывали по понедельникам и говорили, почему у вас... А ему показывали фотографии. Была скрытая съемка. Перед синагогой, и не прямо дверь в дверь, а она так вот... Был такой буханка, уазик такой, знаете, буханка, ну, мини-бус такой. Мозгаз. Мозгаз. Из него шла съемка. Шаевич говорит, у них была шикарная аппаратура, у них были так... Шикарного качества отпечатки были большие. Все входящие, выходящие. У вас школьник в школьной форме, в синагоге школьник. Это как такое? Он говорит, этот школьник... А это Берл Цисин, он и сейчас в Москве, он один из московских равинов. Он у него синагога в Перо. Этот Берл Цисин, я его помню, он на пару лет младше, мне было 15, ему было 13. Этот школьник, отвечал Шаевич, водит слепого дедушку. Дедушка слепой. Он его водит, он по воды. Это был не дедушка, он был брат его дедушки, хорошо. Дедушка у него тоже был. А он слепой был брат дедушки, хорошо. И ему говорят, пусть снаружи остается. Он водит слепого дедушку, пусть снаружи остается. Снаружи дождь, снег. Нельзя. Школьнику в синагоге делать нечем. И вот Робоброва предупреждают, что ни слова по наидше. На русском. А ни слова по русскому. Мы с вами любим у других слов. Робобром затаскивал, конечно, нас, молодых, тоже. Описывал Элэнер. И он начинал на идише. Он первую фразу, две, он начинал на идише. Потом он говорил свою коронную фразу. Ваифен, койве, койве, яркий эйн иш. Это посук из Хумаша Шмойс. Если кто-то знает. Мойша Робейну перед тем, как убить египтянина. Египтянина, который бил еврея, а он его... А? Который в землю ушел. Не-не-не, не только его в землю. Египтянин бил еврея. А Мойша Робейну убил этого египтянина. И поэтому, так сказать, ему пришлось бежать из Египта, когда оказалось, что про это узнали. Так вот, перед тем, как убить египтянина, написано «Ваифен, койве, койве, яркий эйн иш». И посмотрел направо и налево, увидел, что никого нет. И тогда он убил египтянина. Ваех, ваят и залиш. То есть, посмотрел направо и налево, увидел, что никого нет. Говорил Робаврон и переходил на русский. Ваифен, койве, койве, яркий эйн иш. Переходил, переключался после первых двух-трех раз на еж, переключался на русский язык. И я могу с уверенностью сказать, что все в Москве в те годы, в 80-е годы, я ему, самый конец 70-х, первая половина 80-х, кто мог открыть Талмуд и что-нибудь в Талмуде разобрать, это все были ученики Робаврома Миллера. И хабадники, и литваки, и мезрахисты, и сядеры. Любые, кто мог открыть Талмуд, это были ученики Робаврома. Потому что мимо него практически. Был еще один старик, который знал Талмуд. Робиньемин Кацинельсон. Робиньемин Кацинельсон. Он был так болен, что он из дома не выходил. То есть, у него были ученики, которые приходили к нему домой. Это избранные. Был Робавром, начинал обучать всех за этим столом. Три урока, четыре. После каждого меня, но он давал 15-20 минут. После этого с ним можно было остаться, и он мог за этим столом с тобой учить и дальше, если ты проявлял интерес. Но если ты проявлял интерес, и он видел, что перспективный человек. Он избранных приглашал к себе домой после обеда. И такими избранными. Я был у него пару раз. То есть, я, может быть, в какой-то момент дорос, но это был уже самый конец, и у меня потом-то садили. А вот те, кто у него, так сказать, и походили, и поучились, это тот же Илья Эсос, Ури Камышов, и есть такой Робинь Кацин, может быть, слышали, знаете, в Нью-Йорке. Были вот такие несколько людей, которые удостоились быть еще учениками Робоврома, ходить к нему домой и учиться. И мои учителя, Ильё Вухоган и Мой Шмаркович, это Робовром. И кто-то удостоился учиться у этих стариков. Но я вам описал, какие были ограничения. Нужно было растопить лед, нужно было войти в доверие к этим старикам. Это было очень непросто. Теперь, были, потом уже, это уже 80-е годы, были иностранцы, которые под видом туристов приезжали. Те, которые от Джинджи, в основном из Лондона, из Манчестера. Был такой человек, не совсем прайват, не совсем частник, потому что он это сделал под флагом Агудат Исраэль. Был такой Мортхайной штаб. Этот Джинджи, я вам скажу его, мы не знали его настоящего имени и фамилии. Это сейчас я знаю, я вам скажу. Его зовут Эрни Гирш, по-еврейски Ишаяву. Гирш, он тоже очень старый. И если вы, вас это заинтересует, разрешите его. Он живет в Натании. Разрешите и пообщайтесь с ним. Успейте. Он очень старый. А Джинджи, тот, который, он был ювелиром. То есть, это ювелир, который стал спасителем еврейства, деятелем еврейского, еврейского спасения. А в Нью-Йорке этот Мортхайной штаб, Рав Мортхайной штаб, потому что он был, так сказать, очень образованным человеком, кроме того, что он был travel agent. Он, как это называется? Турагент. Турагент, точно. Он был турагентом в Манхэттене. Дверь в дверь, его турагентство было дверь с Ешивой Ремойши Файнштейна, великого Модеса. Это Манхэттен, Истсайд, Ешива Тефересесрол и турагентство Perfect Travel. Вот этот Морд Фенойштадт он свою организацию создал, которая посылала людей в Москву. Но не каждые две недели, а Парижа. А Джинджи посылал каждые две недели. Ну, еще была израильская организация Лешкадо Кэшер, которая сейчас есть, но им было гораздо труднее. Ну и, во-первых, они были больше на сионизм привозили в Москву, а не иудаизм. И им было гораздо сложнее, потому что с Израилем не было дипломатических отношений, с израильским паспортом человек не мог приехать в Советский Союз вообще. Приезжали только те израильтяне, у которых были вторые паспорта. А, ну вот и все. Ну, это и есть Сахнут. То есть, когда Кэшер, это и есть Сахнут. Это просто тот отдел Сахнута, который занимался распространением знаний. Ну, то есть, пропагандой с сионизмом в Советском Союзе. Теперь книги. Книги – это отдельная история. Во-первых, смотрите, сегодня и в Америке, я уверен, здесь сегодня та же самая история. Для того, чтобы приблизиться к еврейству и начать соблюдать не надо учить. Лошен Койнеш, не надо учить его. Есть миллионы американцев, ну, или сотни тысяч американцев, которые становятся, балычу, приходят к иудаизму, начинают соблюдать и становятся до какой-то степени грамотными евреями, не изучая другой язык. То есть, как он был англоязычным, так он и становится евреем, соблюдающим, не переходя на другие рельсы в смысле языка. Так англоязычным он и остается. И читает литературу англоязычную, и все прием. И все это доступно. Я уверен, что сегодня есть все то же самое и на немецком языке, и на русском языке, и на других многих языках нашего необъятного глобуса. У нас такой опции не было. Если ты, как говорили, если ты аид, то иди в ли, если ты агой, то иди в другой. Если ты хочешь быть евреем, надо учить Лошен Койнеш, древнееврейский язык. И поэтому подпольные группы, их было больше 20, и вот десятки подпольных групп в Москве было. Это было очень опасно. Эти учителя рисковали, и я отдельный рассказ могу посвятить осироициям, тем, которых посадили за соблюдение распространения иудаизма, или даже не иудаизма, а преподавание иврита. Людей сажали, и сажали, я знаю, человека, который три раза сидел за преподавание иврита, и вы его тоже можете знать, это Иосиф Дегун. Человек был, Мешугало-Довар это называется, повернутый на это. Его выпуск, он отсидел свой срок, он в телогрейке в Зоновской вернулся в Москву для того, чтобы на листе ватмана написать группу изучения иврита со своим телефоном повесить на станции метро. На входе в метро, рядом с входом, ну, сколько человек отходил на свободе после этого, да, он загремел на второй или на третий срок после этого, да. У меня в книге прочитайте интереснейшую историю даже не про него, а про то, что с ним, сокамерником оказался еврейский мальчик, который был еврейским просто потому, что у него папа-мама евреи, да, а он варенком был, он по малолетке попал, а потом он вышел и уже, так сказать, стал профессиональным вором, попал с Иосифом бегуном в одну камеру. И, видимо, надолго, потому что он выучил иврит. Мальчик чигипыги, блатной, блатной мальчик, попав с Иосифом бегуном в одну камеру, вышел оттуда, зная иврит. Я с ним общался. Он, Сидур открывал, он все понимал, я ничего Сидуре понимал. С Иосифом бегуном отсидел. И, да, и вот я считаю, что Иосифу можно, я не знаю, насколько он самым любезным стал, но он какой-то, да, ну, что-то соблюдает, да. Но, по крайней мере, у него такой ученик, это уже этим можно гордиться. и так, за это можно было сесть и сесть надолго, запретно. И те, которые учились в этих подпольных группах, тоже рисковали, ну, сесть, не сесть, но, по крайней мере, вылететь из института, загреметь в военкомат, ну, иметь, агрести неприятностей можно было очень и очень только за участие в таких подпольных группах изучения игры. И, тем не менее, ничего не оставалось. Я пытался, учась, в девятом, десятом классе средней школы, учить в рим по самоучителю. Знаете, этот самоучитель был, был ли он с ятельный, я не помню, но он был очень старый, каких-то, ну, я не знаю, какого года это было переснято. Фото. Один из способов множительной, как это же, сейчас, ксерокс, да, у нас это называлось ксерокс, хотя на Западе так и не называлось, но в Советском Союзе это называлось ксерокс, да, на каждый, вы поверите, на каждый аппарат ксерокса в Советском Союзе был прикрепленный офицер КГБ, который следил за тем, чтобы на этом ксероксе, не отвечавший за этот конкретно, а такие аппараты были в проектных институтах, научились, в детских, ну, в каких-то, были организации советские, в которых был множительный аппарат ксерокс, и за ним был прикрепленный офицер КГБ, который отвечал за это, чтобы там не было ничего помимо того, что полагается. За это можно было сесть, и я знаю людей, которые сели, и это было в Тбилиси, и это было не за еврейство, они в Камасутру множили, они там множили, это все, что угодно, архипелаг Кулак, они множили в Москве петушки, все, что, и еврейские книги тоже, ну, сели на 7 лет, и я приехал у меня тоже в книжке, прочитайте рассказ, как я приехал в Тбилиси, потому что у меня была еврейская книга, которая вот от этих людей, которые от Джинджи, мы просили, нам привезли, и эту книгу надо было, надо было размножить, а я только вышел из зоны за книги, я сел, об этом тоже прочитайте книгу, или может быть, да, может быть, мы, когда сделаем переменку, то мы сделаем вопрос-ответ, и я только вышел, я взял эту книгу и поехал в Тбилиси к этим ребятам, чтобы размножить, я говорю, или ты идиот, только отсидел за книгой, тебя мало доходишь по второму разу, все про проскочек, я привез эту книгу в Тбилиси, а эти ребята уже сидели, мне не удалось ее, от ксерокопировать, эту книгу, а этот был, я пытался по самоучителю учить, это был самоучитель, который, я сам этим тоже потом занимался, я фото способом копировал книги, это, я вижу, здесь люди моложе меня, поэтому вы можете не знать про то, как черно-белое, ну, фотоаппарат зенит, и штатив увеличителя, и как потом это в кюветочках проявляется и печатается, и вот это все прекрасно в фонаре, и в этих муфтах меняет, вытаскивается пленка, вот это все, вот таким образом копировались книги тоже, книги копировались ксероксами в обход ГБшников, книги копировались, был еще такие, были, были, совсем необычные способы, тоже прочитаете у меня книги, а я уже не помню, там книжка у меня написана, как этот способ называется, когда фиолет, когда держишь эти листы, а потом у тебя пальцы фиолетовые, а, нет, не копирка, на которой печатают, нет, это в проектных институтах, это выезжало рулоном, не ротопринт, неважно, но был такой, были всякие методы, был метод просто на моя жена, когда я женился, Рыбовром Миллер, который был подпольным районом Москвы, он же и писал книги тоже, какие-то публикации, и он нанял мою жену, дать ей аж тик порноса, это называлось, да, аж тик порноса, чтобы моя жена перепечатывала на машинке Эрика, значит, опять же, наверное, вы не печатали на механической машинке, и вы не знаете, что для того, чтобы получилась пятая копия, надо бить со всей дури по этим клавишам, потому что нормально четыре копии, а если вы хотите, чтобы была пятая копия, надо бить со всей силы по этим клавишам, и все равно она полуслепая получать пятая копия. Если вы знаете Галича, то вы помните строчку Эрика берет четыре копии, вот и все, и этого достаточно. Так вот, Эрика берет четыре копии, пятое, это нужно бить оглушительно по клавишам. Это тоже был способ копирования. Вы не поверите, у меня в этих, где-то у меня есть, у меня есть эти майсы-отобраши, которые в живом журнале, так я там нашел. Когда я рассказываю в майсах-отобраши про книгопечатания в Советском Союзе, я там привожу, от руки переписывали книги, такое было тоже. От руки переписывали книги тоже, когда там много еврейского текста. А если вы книгу, где много еврейского текста на машинке, вы оставляете пробелы и вписываете потом от руки. Было в Москве две печатные машинки с еврейским шрифтом, но они тоже были под контролем. Одна была в редакции журнала в Совете Жеймланд, и другая была в Ешиве при Московской синагоге, была такая ГБшная, под контролем КГБ была Ешива. Там тоже у них была печатная машинка с еврейским шрифтом. Их было две. Так вот, писавали от руки, да? А бывало такое, что писали просто книги. Еще какие были способы? Ну, короче, все это были труднодоступные способы. А другие что? А как иначе? И вот так учить язык. И тогда эти книги, ну, это нужно, допустим, ну, два года точно нужно учить еврей, чтобы начать, ну, хотя бы Китсур, Шалхана, Румах, чтобы понимать, что там написано. Ну, нужно два года учить язык. Как в подпольных группах, а не в самоучительных. Потому что я два года учил самоучителем в 9-м и 10-м классе. Это мне не дало почти ничего. А потом, ну, год минимум в подпольной группе, чтобы я попал в какие-то группы. Вот еще, значит, были старики, очень ограниченный доступ к старикам. Были иностранцы, которые под видом туристов приезжали. И были подпольные группы, не только иврита, были подпольные группы каких-то. Вот подпольные ешива. Мы в шутку называли ешива Махтерет. Махтерет – это подполье на еврейте. Ешива – подполье. Этих, это ешива, это были разрозненные совершенно группы. Причем часть из них были хаббатские, часть из них литватские, часть из них сионистские, мезрахистские. Но все это, это было разбросано по всей Москве, в каких-то квартирах, в каких-то... И это были облавы. И больше шести человек на такие занятия нельзя было. Один преподаватель, максимум пять учеников, но лучше, если четыре учеников. То есть, очень ограничено. Почему? Потому что, если ворвется КГБ, книги можно иметь только две. У того, кто ведет урок, и у кого-то за столом вторая книга, не больше двух книг, обязательно чайник на столе и чайные чашки, потому что, если ворвутся, то книги под стол, а мы пьем чай. И все равно составлялся протокол о незаконном отправлении религиозного культа. А доказательством того, что религиозный культ – это вот, я привожу пример книги, тоже. Прочитайте. У моего Швера Швигер, у родителей моей жены, вот такой налет. Доказательством того, что это незаконное отправление религиозного культа было то, что на хозяине квартиры была кипа. Он говорит, какая кипа? Где в Советском Союзе можно купить кипу? Это из шляпы моей жены. А это было правдой. Он действительно вырезал из шляпы своей жены моей тещи, вырезал верхушечку шляпы, сделал себе такую фетровую кипу. Не сработало все равно. Значит, это было записано как инкриминирующее обстоятельство. То, что на голове кипа, то, что на стене был израильский календарь. Это доказательство того, что это происходит от правления религиозного культа. То, что на стене израильский календарь. И то, что на столе была бутылка вина израильская. Он говорит, это не израильская, это американская. Это было кошерное вино. Фирмы Кэдам американская. Приндзил. Но нет тут еврейские буквы. Да, там было написано яйный в ушах. Еврейские буквы на бутылке вина были доказательством того, что это незаконное отправление религиозного культа вне стен культового учреждения. Это была статья. Незаконное отправление религиозного культа вне стен культового здания. Это была статья. Правда, не уголовного кодекса, а административного. То есть, за это можно было оштрафовать на 50 рублей. А по второму разу это было начало уголовного дела. Но по первому разу это было 50 рублей штаб, что без массы. Ну, честно. Это запись всех, а это давало право переписать всех участников с сообщением комсомольской партийной организации по месту работы со всеми последующими вылетаниями из института, с работой, с аспиратурой и так далее. И а призывники, а это и военкоматы, и таким образом вербовали тоже. То есть, людей, пойманных на таких занятиях, они проходили уже обработку оперативная оперативная разработка. То есть, человека склоняют к тому, чтобы он стал стукачем, подписал письменные обязательства информировать органы госбезопасности обо всем. оперативная разработка. то есть, людей, которых ловили на таких подпольных занятиях, ко всему прочему, да, они еще и проходили эту оперативную разработку. То есть, их всех склоняли к сотрудничеству. с последующими, так сказать, последствиями 8,36, что у нас просто 8,44, 8,43, шкия, да, мы делаем, мы делаем переменку 10 минут и потом я готов отмечать.